Хорошо. Наш доклад посвящен диагностике четвертой стадии рака, то есть те пациенты, которых мы обследовали, вылез с метастатическим поражением, первичная локализация опухоли различной локализации, в том числе и скелетно-мышечная система, и носа, ротоглотка. Сторвизоксиглюкоза является основным радиофармпепаратором, который используется в диагностике онкологических процессов. Более 90% ПЭТ-КТ-исследований и ПЭТ-исследований в мире выполняются с использованием этого трейсера. Соответственно, более 30 лет разрабатывается методика, проведено большое количество научных исследований, которые показали высокую диагностическую информативность этой методики. На основании этого Европейская ассоциация ядерной медицины разработала руководство для применения ПЭТ-сторвизоксиглюкозы в онкологии и разработала показания для этого. К ним относятся анатомо-функциональная характеристика первичной опухоли – это злокачественное образование с неустановленной первичной локализацией, дизменциальная диагностика объёмных образований, стадирование и рестадирование опухолевого процесса в ряде опухолей, таких как немелкоклеточный рак лёгкого, рак пищевода, лимфомы, местно распространённый рак молочной железы и шейки матки, опухоли лорорганов. Также к показаниям относятся оценка эффективности противоопухолевого лечения, в первую очередь при лимфомах, также при гастроинтестинальных травмальных опухолях, раке пищевода, лёгкого, колоректальном раке, раке молочной железы. Планирование лучевой терапии и определение место расположения опухолевого очага при биохимических маркерных рецидивах. Опять-таки колоректального рака, рака ященькой, рака щитовидной железы, герминогенных злокачественных опухолей, рака молочной железы. Мы в своей работе сопоставили данные, полученные при ПЭТ с твердезоксиоглюкозой, СМР-диффузией всего тела. Биохимические изменения, которые в опухолях предшествуют анатомическим, выявляются при помощи ПЭТ. Какая методика выполнения ПЭТ-КТ в нашей больнице? В ПЭТ-КТ используется сканер Биограф МСТ. Доза радиофарм препарата у нас 3D-сканер, поэтому это позволяет уменьшить в два раза нагрузку. Вводится 100 мбк на 1 квадратный метр площади тела. Интервал между введением РФП и началом сканирования 60-90 минут. ПЭТ выполнял задержкой дыхания на неполном выдохе. ПЭТ всего тела от уровня основания черепа до верхней трети бёдер. Всего 6-7 кроватей, так называемых, с перекрытием между ними 50%. В ПЭТ-области клетки и брюшной полости выполнялся с синхронизацией по дыханию. Продолжительность сбора данных одной кровати в таком случае составила 5 минут. Продолжительность сбора данных без синхронизации с дыханием – 2 минуты. Общее время сбора данных в зависимости от количества кровати – 21-23 минуты. И при необходимости мы выполняли КТ с болезненным внутриленным контрастированием и панифмактозную фазу сканирования. При интерпретации результатов, как РФП-позитивные, мы оценивали очаги, которых стандартный показатель захвата вторгизоксиоглюкозы в пересчёте на мышечную массу тела превышал пороговое значение перцист в неизменённой паренхемии печени. Использование синхронизации по дыханию позволило нам добиться хорошее совмещение ПЭТ и КТ изображений. МР-диффузия всего тела в онкологии – это последние 10 лет переживает бум, очень активно развивается, и мы пытаемся внедрить её в практику. Мы работаем в больнице городской, и эти методики применяются в городской больнице. Значит, на что она нацелена? На выявление патологического очага, характеристику очага и визуальную, и количественную с помощью измеряемого коэффициента диффузии, мониторинг эффективности лечения, визуальные и объёмные. Вот так вот располагаются катушки при подготовке пациента к МР-диффузии. Всё тело покрыто без зазоров между катушками. Мы работаем на двух МР-сканерах полуторатесловых фирмы «Сименс Эспри» и «Сименс Аванта». При позиционировании серии ДВИ на топограмме по оси Z перекрытие между зонами 2 см, чтобы избежать артефактов в краевых зонах. ДВИ в нашем случае дополнялись анатомическими последовательностями с целью уточнения анатомии и локализации очага ограничения диффузии, уточнение физиологической или патологической ограничения диффузии и избежание ложноположительных результатов из-за физиологического ограничения диффузии. Какая методика ДВИ у нас используется? Выполняются аксиальные срезы с двумя факторами изверженности – B50 и B800 с построением EDC-карт. Аксиальная плоскость срезы выполняется. В дальнейшем для того, чтобы глазу было легче рассмотреть патологические очаги, происходит инверсия шкалы серого и строятся вот такие объемные карты, чтобы можно было изображение сопоставить с данными ПЭД. Также выполняется в корональной плоскости Т1 в противофазе, в сагитальной плоскости Т1-звешенное изображение, чтобы оценить позвоночник, костный мозг. Выявление метастазов лучше всего происходит на Т1-звешенных изображениях. И также выполняется Т2-хи-стрим в аксиальной плоскости для того, чтобы выявить яркие очаги именно на Т2-хи-стрим. Как происходит оценка изображению? Вы видите изображение в аксиальной плоскости, взвешенное с фактором B50, лимфатические узлы, которые на B800 дают ограничение диффузии, обязательно строятся из ИКД-карты и измеряем коэффициент диффузии в этих патологических очагах, чтобы избежать ложноположительных результатов вследствие эффекта просвечивания. Для того, чтобы построить МИП-карты, мы выполняем инверсию вот этого изображения в шкале серого и строим такие МИП-карты. Это позволяет лучше сопоставить данные, полученные при ПЭТ-карты и данные, полученные при МР-диффузии. В данном случае это лимфома Ходжкина. Разница в сроках между исследованиями – на три дня. Надо сказать, что при выполнении МР-диффузии следует помнить о физиологическом ограничении диффузии в центральной нервной системе – это головной и спинной мозг, лимфоидной ткани носоглотки, в лимфатических узлах, слюных железах, в костном мозге у молодых людей в первую очередь, в селезенке, в гонадах у мужчин и у женщин в яичниках, может быть, ограничение диффузии, и в эндометрии в секреторную фазу цикла. Теперь, рассказав о том, как мы это делаем, давайте придем к клиническим случаям, потому что мы выполнили суммарно 46 пар исследований ПЭТ-КТ и МР-диффузию пациентам с раками при различной локализации, чтобы оценить, насколько информативна МР-диффузия в выявлении метастатического поражения различных органов. В данном случае пациент молодого возраста с раком тела и антрального отдела желудка. На ПЭТ-КТ мы видим гиперфиксацию вторгизоксиглюкозы в теле желудка, утолщенная стенка тела желудка, и мы видим гиперфиксацию вторгизоксиглюкозы вдоль брюшины. Перейдем теперь к изображениям МР-диффузии. Опять-таки мы видим ограничение диффузии, соответствующее тому, что мы видим на ПЭТ-КТ, утолщение на анатомических срезах стенки желудка, и мы видим диффузное, равномерное ограничение диффузии вдоль бестеральной брюшины, покрывающей печень. Которая соответствует канцероматозу. Надо обратить внимание на участие ограничения диффузии в ребрах физиологически и в селезенке. Для этого нам нужны анатомические срезы, чтобы мы поняли, где патологическое ограничение диффузии, в данном случае вдоль печени, и физиологическое ограничение диффузии в ребрах. При построении ИКД-карт мы измеряем коэффициент диффузии. В данном случае опухоли в стенке желудка был равен 0,94 на 10-3 мм2 в секунду. И в печени мы визуализируем патологическое ограничение диффузии, которым соответствует гиперинтенсивный очаг на Т2-хейст. Когда мы обследуем пациента с раком желудка, первая мысль при выявлении патологического очага в печени – что это метастаз. При построении карты ИКД и оценке коэффициента диффузии мы видим, что здесь измеряем коэффициента значительно выше, чем в опухоли. И при сопоставлении с данными ПЭТ-КТ мы видим гиперинтенсивный очаг на КТ, который совершенно не накапливает тордезоксиглюкозу. По совокупности данных можно предположить, что это гемангиома. Тот же пациент просто наглядно демонстрируется, что изменения, выявляемые на ПЭТ и на МР-диффузии, в том числе с притениальными имплантами по брюшине, диагностируются в равной степени хорошо. Рак подчелюстной слюной железы с множественными метастазами. Конечно, такое множественное поражение не вызывает диагностических сложностей, но на этом примере видно, что все очаги, выявляемые на ПЭТ в печени, в костях, точно так же хорошо мы видим и на МР-диффузии. Но тут стоит обратить внимание на то, что лимфатические узлы, в которых ограничена диффузия на МРТ, не накапливают торгезоксиглюкозу. Почему? Потому что мы знаем, что в лимфатических узлах может быть физиологическое ограничение диффузии. То есть при диагностике, при стадировании по критерию Н, все-таки ПЭТ является преимущественным методом диагностики. Еще один пример – это колоректальный рак с метастазами в печень. На ПЭТ мы хорошо видим множественные очаги гиперфиксации радиофармпрепарата, которые на КТ после внутривенного болезненного контрастирования со сканированием прямодозной фазы практически не дифференцируются. Мы видим только один очаг. На МР-диффузии мы видим все те же очаги, что видны на ПЭТ. И количество этих очагов такое же, как на ПЭТ-КТ. Рак легкого на КТ и на МР-диффузии мы видим сопоставимые очаги, лимфатические узлы с ограничением диффузии и с накоплением радиофармпрепарата на ПЭТ. И на МИП-картинах мы тоже видим и первичный очаг, и распространение опухоли в лимфатические узлы. Это наблюдение в динамике пациента с раком носоглубки. На данном этапе, когда мы начали его наблюдать, он уже перенес комбинированное лечение. Это операция, химио-лучевая терапия. И мы наблюдали его, чтобы выявить метастазы, распространенность процесса. Мы видим, что в апреле, в октябре никаких патологических изменений у пациента на ПЭТ не выявлялось. В январе этого года он себя почувствовал плохо, у него появилась одышка, боль в правой половине грудной клетки. От ПЭТа он отказался, пускомотивируя это тем, что он очень часто делает это исследование. Это большая лучевая нагрузка. Ему была выполнена МР-диффузия тела. На МР-диффузии мы выявили множественные очаги ограничений диффузии вдоль плевры, как диафрагмальной, так и париэтальной. Пациенту было выполнено скопление жидкости в плевральной полости. Пациенту было выполнено плевродез тальком. В виде тракцископической операции плевродез тальком. И начата химиотерапия. И мы его контролировали через два месяца с выполнением МР-диффузии. Мы видим, что очаги, выявляемые по плевре, значительно уменьшились в размерах. Вот этот наиболее крупный очаг по ходу диафрагмальной плевры уменьшился в размерах. Особенно хорошо это видно на Т2 взвешенных изображениях. И при оценке измеряемого коэффициента диффузии значение его повысилось. Параллельно с этим исследованием было выполнено ПЭТ-КТ. Разница между исследованием два дня составила. Мы видим, что в очаге накопления глюкозы практически нет. Но в то же время мы видим довольно интенсивное накопление в торгезокфиглюкозы по ходу костальной плевры, на фоне которого дифференцировать истинные метастазы и воспалительные изменения после плевродеза тальком не представляется возможным. Тогда как на МР-диффузии вот эти очаги, которые были видны, хорошо дифференцируются, воспалительные изменения не видны. На этом примере можно высказываться о том, что МР-диффузия является приоритетным методом в дифференциальной диагностике воспаления и опухолевого поражения, плевры в частности. Ещё один пример. Холангикарциномы, наблюдение в динамике, очаги в лимфатических узлах, в печени, сопоставимая картина, получаемая при выполнении МР-диффузиона в верхних изображениях, которые хорошо локализуются на анатомических срезах, и в динамике после химиотерапии уменьшение в патологических очагах, уменьшение размеров при диффузионных здешних изображениях, уменьшение размеров очагов на Т2-хейст. То есть мы можем мониторировать опухолевый процесс, поменяя как ПЭТ-КТ, так и МР-диффузию, но пока ещё критерии применения МР-диффузии находятся в стадии разработки. Это тоже пациент. ПЭТ-динамики и МР-динамики. Мы видим, что можно использовать МР-диффузию, так же, как и ПЭТ, для оценки распространённости опухолевого процесса динамики. И в заключение хочу сказать, что ПЭТ-КТ с тордизоксиглюкозой является доказанным многочисленными исследованиями лидирующим методом диагностики в онкологии. Диффузионно-здешние изображения дополнены морфологическими последностями сопоставимы по диагностической значимости, но они конкурируют с ПЭТ-КТ, а позволяют уточнить и дифференцировать слабые места ПЭТ, такие как воспалительные изменения, 18-тор ФДГ-позитивные опухоли. Это, в первую очередь, нейроэндокринные опухоли и, как на предыдущей секции говорили, опухоли предстательной железы. Они тоже ФДГ-негативные в большинстве случаев. И очаги в головном мозге, так как тордизоксиглюкоза очень хорошо накапливается в неизменённом головном мозге, на этом фоне можно пропустить патологические очаги. На МРТ, соответственно, особенно на анатомических последовательных, мы видим эти очаги. И существенным преимуществом МРТ является отсутствие радиации. То есть мы можем выполнять эти исследования чаще. ДВИ – это довольно доступная методика, которая позволяет, ещё раз обучаю, выявить наличие опухоли, в потенциале оценить эффективность лечения, наличие остаточной опухоли, измерить остаточный объём опухоли, активизировать очаг визуальный с помощью измеряемого коэффициента диффузии. ИКД в перспективе можно использовать как биомаркер для оценки ответа на химиотерапию и прогноз лечения, для стандартизации и оценки достоверности полученных результатов. Но на ДВИ имеется частичное совпадение между доброкачественными и злокачественными опухолями и ложноположительный результат в неизменённых лимфатических узлах. Благодарю за внимание, если есть вопросы. Спасибо большое за вопросы. Если останется время, тогда мы зададём немножечко. Ну, давайте быстренько. Один короткий. Я быстренько, Галина Мариновна. Учитывая Ваше учреждение хорошо обеспечено, по заключению только вопрос задам, остальное в коварах. Как часто Вы используете то, что Вы сказали в заключении? Если это не так делаем, ПЭТ, если не правильно. Значит, МР-диффузию, учитывая, что отсутствует лучевая нагрузка, мы используем для скрининга пациентов. Если есть какие-то подозрения на онкологию, как уточняющий метод мы уже используем ПЭТ-КТ и стараемся добиться гистологии. Как часто? Как часто? Нет. На самом деле, если говорить… В данном случае мы взяли группу больных, добровольно, так сказать. Мы хотели посмотреть, сопоставить методики. Для скрининга мы использовали МР-диффузию. Для оценки онкологического процесса мы, как правило, используем всё-таки ПЭТ-КТ-разработанный метод. Но МР-диффузия тоже имеет свою роль. Нет, мы это делаем в практике. Я скажу так. Я специально хотела сделать сообщение для онкологов. Онкологи не знают об этой методике. Мы стараемся продвигать эту методику среди онкологов, потому что направляют на исследование врачи-онкологи. Если они не знают о существовании такой методики, они на это исследование направляют. Мы стараемся активно привлекать этих пациентов просто на это исследование. Да, 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 да. Спасибо, это уже дискуссия. Давайте потом...